Друзья, всем привет! Вы на канале Катя с вами! Вместе с Алексеем с канала Заброшенная Россия мы приехали в село Суворово, где я провалилась в колодец. Да! Кто, кстати, не видел, я оставлю ссылку под видео в описании. И нас здесь ждут гости. А кто и что они нам будут показывать, вы все узнаете в видеоролике. Поэтому обязательно посмотрите его до конца. Ну а кто не подписан, обязательно подпишитесь и нажмите колокольчик. Поехали! Огонь! Давай, Леша, ты главное вернись. Ценные выносы. Давай! Тихо, тихо, ключи не забери. Ну как тебе, Леша? Все, точно хочу мотоцикл. Спасибо, ребят! Ты раньше жил, да, Дом? Да. Ну здесь была усадьба Сухотяных, тут жила сама дочка Льва Николаевича Толстого. Вот, как-то в этих кассорах раньше как-то и жили. Вот это камень, да? Да, это дуб. Такая красота. Представляете? Здесь жила дочка Толстого. Вот там и попали. На самом деле. Камень, да. Такое, кстати, даже не видела дома. Видно, что дорогие, богатые. Камень как-то, да? И все это сделаны окошки. Такая форма. Шикарная, конечно. Пойдем посмотрим, что там дальше. Это дуб, ребятки. Он дуб. Это одно старинное занятое с холодным. Всями, к сожалению, не сохранились. Здрасте. Здорово. Алексей. Викторина. Викторина. Вот это все. А вот и все прорук, вот, все. У нас потом здесь турки жили. Они уехали в 2005 году в Турцию. Сейчас они живут там. Самый коренной. Я занимаюсь... Никим чем. Зачем помогаю? Хозяйство. Там уходи, там курочки, там козы. Ну, огородик еще. А куда мне? В Москву ехать работать? Нет, он ездил. Потом он получил травму. У него нога был, перелом. Он очень тяжело отходил. Он не стал туда ездить. Да, и потом... Была бы в колхозе работа, конечно бы он работал. Да, а мне 66 лет. Я жена его. Ну, так бывает. Бывает, вот так бывает. Бьемся пока что за дорогу по деревне и до деревни вот со стороны Орла хотя бы. Потому что зимой ни хлеб не едет, скорая не едет. Вот представьте себе, так вот будет плохо. Дороги, конечно, бьемся, чтобы они чистили. Чистят очень тоже плохо. Главе не позвонишь, дорога не... Ох, е-мое. Ну, таких ловушек полно. Такая же, но другая. Тут почти деревня таких ловушек полно. А тут раньше железные листы были. А железные листы больше не вытащить, но руками... Но это не колодец, это как-то называется... Там хранили овощи, да? Нет, это водопроводная труба шла и стояла колонка здесь. Такой жук там ползает, дорогой, смотри. Два жука есть? И здесь. Вот в эту провали сюда. Ну да, там сразу. А это вот эта вон стуна. А как из такой вылазить-то? Ну там лестница, наверное, деревянная была, можно. Зачем вылазить там? 56 мне лет. Ему получается сколько? 44, да? Да. 22 года у вас разница. А как познакомились? А никак. Рядом в деревне живут. Рядом в деревне живут? Да. А как познакомились? Слушайте, первый раз я вот так вот. Но у меня максимум знакомые были до 17 лет, вот разница в возрасте. Ну, 22 года. Уже... А-а-а! Это нормальный! Нормально! Мне ногу чуть не вырвало. Ну, выезли. Ну, как все будет. Вот. Это, по самую голову опускает. Да куда ху, по самую голову? Да, пушка, а сейчас пушка, а сейчас пушка. Да, пушка, а сейчас пушка. Да, присядь там на корточке. Да ты что, совсем что ли? Не могу так, давай, фотографируйся. Еще, еще. А-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а! Еще присядь. Еще присядь. А-а-а! А-а-а! На корочки сядь. Да не могу, я боюсь. Да не бойся. Ты можешь фотографировать? Ты так прошла, блин, а, круги ада. Давай! Ради кадр надо, Катя. Ну, потом жалеть будешь. Как-то, ты ж была там уже. Все, хватит. Да нет еще. О, и там еще два жука. А-а-а-а! 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 Как я их уберу? А-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а! Да нет там никого! А-а-а-а! Возьми! Ее лучше! А-а-а! Давай! Давай руку! Давай! Руку давай! Ты дурак! А-а-а! А-а-а! Подожди, покажи фотографии. А-а-а! Т.е. Ну, давай, блин. Илиpas этоistaис. Такого шоу еще не видели. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Отсорь. Хе-хе-хе-хе-хе. Бэтна голова как-то. Хе-хе-хе. А-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а-а! хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Теперь хорошо. Вот, я ведь это. Предлав, что ты любил историю сяpht? Аккуратно, аккуратно Все эту деревню очень сильно забросили И нас хотят забить, как сказать, неперспективной деревней сделать Неперспективной А мы стараемся вот из нее выжать, восстановить ее Просто восстановить Мы пытаемся, пишем Зайгоч, Замуруеву пишем По поводу дорог, обещал, сказал, что мы сделаем дороги после уборочной Когда будет уборочной Если до уборочной мы не успеем, то сделаем после уборочной По воде у нас вопрос вообще не решен Зимой снег чистят Именно вот до бани Вот на той бане, да, в которой мы показываем У нас даже есть видео, мы можем предоставить Я останавливаю, он даже трактор, он сказал Чисто, он говорит водитель Чисто по обращению, как сказал Как мне сказали глава Так я до туда дочистил И все Он только доехал и развернулся 3 минуты Один конец туда идет, на деревню Один конец идет туда И центральная дорога Нам главное, чтобы чистить все вот это вот Вот 3 минуты, чтобы это сделали Невозможно добиться от главы Наша Куракмаева ничего не делает Ну хочу приеду, хочу не приеду Мне есть заказы там, мне есть заказы тут Мы ждали в аду, чтобы настроили Нам один год Установил в колодец Авангард За свой счет установил насос Насос за свой счет установил Сделали воду, наладили Ну чтобы добиться полностью сделать водоснабжение Невозможно, потому что приезжают с Лисановой, с конторы люди К обеду К 12 часам 11 в 10 Я их пытаюсь заставить работать Они мне спрашивают, где трубы проходят Откуда я знаю, где трубы проходят? Я сам тут Ищите, у вас должны быть сметы Вот это вот единственная дорога, которая идет Вот здесь, вот именно здесь, которая протекает Она соединяет Залевышинский район, Цинский район И все остальные с Москвы Постарайтесь как-то, может быть, нам поможете Хотя сведомите общественности придать Мы ждали вас Мы просто, вы первый раз, когда приезжали, не увидели нас Но просто мы писали, именно вам Вот это видели еще один Задрошенный домок О, радио старое Ух ты, ею Целая зубка Угу Прям стариной-стариной пахнет Столопочки Ух ты, фотографии Расколотый, старинный Трещина есть, вот его связали Ласточки тут уже наложали Фотографии Ни таких еще не видел, грубоя Старых Молодые все Ребятки Да, вот фотографии, конечно, были Служили Земля Он тоже Взрослый Очень много старых фото Вот, наверное Пара, которая жили Смотри, какая вот эта прям старая-старая, мне кажется Даже не написано ничего Это нарисовано, кстати Очень красиво Очень красиво На осипедке встал Да Это же нравится Эконома То есть, как матрас, получается, из соломы был, что ли На пакетах Смотрите, про мешок какой-то Мне кажется, из соломы Смотрите Закрывать Такая, да? Конечно, на веранду Смотрите Старый стул Такие, кстати, еще есть Кажется, почему-то вернулись Ну, во-первых, начнем с того, что отсюда мой папа Это дом бабушки и дедушки Вот, мама тоже из этих краев Но у нас другой деревни, с Алексеевки Вот Краснастья вам про нее рассказывала Вот Да, действительно, дом очень долго стоял Никому не нужный В каком плане Бабушка, когда умерла У нас получилось так, что как бы некому было сюда приезжать Ну, у всех там свои дачи, дома Все заняты как бы своей жизнью Вот, ну, наверное, года четыре он простоял В полной сохранности, как и должен был быть А потом начали вот уже лазить Залезли сначала, вытащили ценные Холодильники, телевизоры В общем, когда я приехала три года назад Я обнаружила здесь полностью разрушенную печку Вот И, конечно, здесь было очень там страшно находиться На самом деле Вот Потом я приехала два года назад сюда Первый раз Второй раз уже, получается, вот в гости как раз к Анастасии Потому что мы с ней дружим уже 20 лет В этом году у нас не дата 20 лет, да, нашей дружбе Вот И мы, получается, решили как бы еще раз зайти посмотреть У меня уже стали появляться мысли о том Что как бы, ну, понятно, что сохранять уже нечего Но попытаться восстановить, наверное, что-то надо Ну, и, собственно, вот в том году на майские праздники Я решила попробовать начать Когда я зашла в дом Обнаружила там по центру комнаты Такую огромную гору кирпичей от печки В перемешку со старыми бабушкиными вещами Которые никому не оказались не нужны Зато не было ни мебели Никаких инструментов Ни тарелок Вообще просто ничего Осталось два дивана драных Которые, собственно, тоже пришлось Немножко подреставрировать на данный момент Потому что пока нет возможности сюда что-то привезти Вот И как бы в порядок-то я там более-менее все привела Но, соответственно, без печки в деревенском доме Сами понимаете, никак Поскольку мне сюда приезжать не очень ловко, удобно Во-первых, я сама не на машине Вот Так еще живу в Тульской области Поэтому В Тульской области, в городе Щекино Вот И как бы приезжать сюда мне целая история Вот Ну, приехать в следующий раз Мне удалось сюда только в начале июля прошлого года Вот И когда я сюда подошла к дому Вот, собственно, вот Весь бурьян, который вы видели по нашей деревне Здесь было все то же самое Тут не было ни дорожки вот этой Вообще ничего Тут вот такая была крапива Ну и, соответственно, дальше все лето Я старалась хоть как-то что-то привести в порядок Вот вы сегодня, наверное, видели Алексея и Валентину Вот они Я с ними договорилась Попросила их мне помочь Они мне вытащили все кирпичи из дома Сделали новую печку Они сами сложили? Да, конечно Сами сложили А еще нет печки ложить? Да Мне просто у дедушки тоже печку задолбали в доме Я тоже печку хочу собрать заново Ну, он, конечно, мне сделал не русскую У нас была большая русская печь И в доме была группка еще То есть, как бы такая она была достаточно огромная Занимала большую часть кухни Сейчас там маленькая группка Но когда я сюда приехала в ноябре Мне хватило ее вполне, чтобы топить дом И самой находиться здесь, как бы жить вполне в комфорте Вот Ну вот Это в том году я занималась тем, что дома делала Хоть какой-то маленький ремонт Потому что все было в ужасном состоянии Ну, сами понимаете Дом был 10 лет заброшен Вот, ну, хорошо, не 10, 6, где-то так Притом, что здесь, когда люди залезли, они взломали дверь Дома в этом воду привожу в порядок кухню Вот тут печочки всякие Там уже стол подробно Ну, все, как бы, свои жизни, свои занятия Там все хотя бы приезжают, радуются Ну, как вам сказать Относительно Бывает, что заедут Как бы, поизучают, посмотрят Ну, и как бы все Вот, хотя нас очень много в семье было И у меня двоюрных очень много И братьев, и сестер Но как-то вот так сложилось Что осталось это нужным только мне Но я, собственно, и рада Если хотите, можем зайти Да, давайте, конечно, хотим Пойдемте Не разувайтесь, пожалуйста, не надо Да Вот Ну, как бы, вот тут у нас такая маленькая террасочка Уютный волокон Мы тут с Анастасией вечером чай пьем Да Вот, мебель, кстати, тоже благодаря вот Настинам родственникам Вот как раз из Головеньки Они мне вот отдали хоть что-то Поэтому По чуть-чуть собираем У нас такие были стоить Кресли Да, они какие-то советские Но я вот немножко новую жизнь придала Обшила их Тканью новой Красиво получилось Так что Здесь, конечно, тоже не совсем законченный момент Но это как бы так Терраса Там еще вторая часть Но я доставлю, что туда не приглашаю Потому что там сил не хватило Проходите, пожалуйста, сюда Тоже, видите, всего Всего по минимуму, конечно Но нам вот на полтора месяца С дочкой и с моей мамой Хватило того, чтобы здесь спокойно прожить То есть, конечно, да Недостаток в том, что воды нет Да, там каких-то удобств Но чисто для того, чтобы вот жить Очень комфортно нам здесь И прекрасно Вот, так что Иконы вот остались наши, слава богу Правда, нет одной старой А вот эти вот откуда? Это моя бабушка по маминой линии вышивала Это я привезла уже А какого года примерно? Ну, бабушке уже было по 85 Значит, ну, где-то, наверное, летом 60 Точно есть даже больше Вот Так что Буфет, кстати, тоже тех лет остался Я его немножко реанимировала У нас тоже такое А мне кажется, у всех был такой У нас это не было Ни одной вот миски не было Ни то, что там вот чего-то Ни одного гвоздя Я тут не нашла Да, это, собственно, то, что сложили Ну, это же, скорее всего, утащили Ну, новое привезли Ну, естественно Почему, собственно, все разломали? Потому что вытащили всю чугунину, которая была Поэтому здесь все А это где такое взяли? Ну, как? Купила с рук, конечно Вот, но везла из Щекина сюда Ага, старая Да, я постаралась фотографии сюда привезти Вот некоторые нашла Старых лет Это вот моя бабушка Вот, это дедушка А это вот я маленькая С мамой наверху И брат мой, Александр А это в этом доме здесь? Да, это здесь Это вот как раз, где иконы висят Вот, получается, туда на тот угол выходит Ну, уютненько у вас тут Да Ну, как смогли, постарались Да Это полынь, чертополох Ну, я, во-первых, очень люблю запах полыни Мне нравится Вот Я с собой в город увожу У меня всю зиму стоят они в Азии Да? Ну, такая у меня мулька своя Ну, что, Мария, спасибо большое за рассказ Желаю вам удачи Спасибо Что вам ваш дом только процветал Стал красивее становился Буду и все силы прикладывать Спасибо Да, вы действительно молодец То, что, несмотря на то, что остальные бросили Вы все-таки начали это делать Да, я очень как бы сама рада Это для меня прям такая мотивация Я верю в то, что получится Я в этом году тоже начинаю делать скидывать В том году выкупил И у меня тоже в таком же разрушенном состоянии находится до сих пор И вот я тоже смотрю и думаю Надо быстрее Надо, надо, ребят, надо В общем, я думаю, вы для многих примером будете Я в том году поняла, что если сильно захотеть Оно даже будет вот складываться по ступенечкам, как надо Ну что, друзья, вот так у нас заканчивается этот выпуск Я надеюсь, он вам понравился Поэтому обязательно напишите в комментариях свои эмоции и впечатления А если вы захотите посмотреть мужскую версию Переходите на канал Алексея «Заброшенная Россия» Ссылку под видео я прикреплю Ну, а с вами была Катя Подписывайтесь на мой канал И ставьте пальчик вверх С вами прощаюсь Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok